Дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова будут в открытом режиме рассматривать присяжные. Так сегодня решил Мосгорсуд. Громкое преступление было совершено два года назад в центре Москвы. По данным следствия, убийца – активист националистической организации, которому помогала подруга. Именно они сейчас на скамье подсудимых, но не исключено, что обвиняемых будет больше. За процессом следит наш обозреватель Андрей Медведев. Если бы не обстоятельства, конвой, зал суда, гособвинители, скамья подсудимых за бронированным стеклом, их можно было бы принять за обычную молодую семейную пару. Никита Тихонов и Евгения Хасис и до ареста тесно общались, а уже находясь в заключении, объявили, что намерены пожениться. И сегодня казалось, что само судебное заседание обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой волнует гораздо меньше, чем тот факт, что они наконец увидели друг друга, потому что сидят они в разных изоляторах. 19 января 2009. Последняя пресс-конференция адвоката Станислава Маркелова. Анастасия Бабурова что-то быстро помещает в своем коммуникаторе. Через полчаса их расстреляют на улице Пречистенко. Станислава Маркелова стреляет в голову почти в упор. Анастасия Бабурова пыталась задержать преступника, он стреляет и в нее. Сразу многие заметили такую деталь. Пресс-конференция проходила в Барыковском переулке. Он соединяет Пречистенку и Остоженку. Место тихое, кругом проходные дворы, неподалеку Арбат. Есть куда убежать. Но убийца расстрелял адвоката в публичном открытом месте на глазах у десятков прохожих. По сути, это была казнь. И следователи уверены, что им удалось доказать. Это дело рук Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Оба они члены неонацистской организации. По мнению следствия, во время непосредственного убийства роли распределялись так. Никита Тихонов поджидал адвоката Маркелова в начале улицы Пречистенко, неподалеку от метро Кропоткинская. А Евгения Хасис следила за адвокатом от независимого пресс-центра и сообщала своему товарищу о всех передвижениях адвоката Станислава Маркелова. О том, что с ним будет идти журналистка «Новая газета» Анастасия Бабурова. Убийцы, конечно, заранее не знали, но даже увидев журналистку вместе с адвокатом от своего первоначального плана, они не отказались. Убийство, как местнее у нацистов адвокату Маркелова, с самого начала была одной из основных версий. Маркелов, как правозащитник, неоднократно призывал обратить внимание на усиление ультраправых настроений в молодежной среде. Как адвокат, он представлял интересы семьи Эльзы Кунгаевой в деле полковника Буданова и защищал членов молодежных антифашистских организаций. Как вышли на след Тихонова и Хасис, официально не сообщается, но задержали их в ноябре 2009-го. По некоторым данным, для этого оперативники допросили десятки неонацистов, были проверены данные телефонного биллинга, за возможными убийцами следили в интернете, Никиту Тихонова смогли выманить с Украины, где он скрылся после убийства и жил по поддельному паспорту. Были изъяты и тщательно изучены все записи с камер видеонаблюдения, установленных как на самой улице Пречестинка, где были убиты Маркелов и Бабурова, так и на прилегающих к ней улицах, а также со входа в станции метро Кропоткинска, на которую спустился стрелявший после совершения убийства. Почти все нацистские организации имеют залы для тренировок, а на природе изучают огнестрельное оружие, рукопашный бой и минно-взрывное дело. Среди ультраправых групп самыми опасными считаются так называемые автономщики. Это сплоченные нацистские ячейки по 5-7 человек, которые встречаются лишь для того, чтобы совершить очередное нападение на иностранца. Большинство нераскрытых жестоких преступлений против приезжих как раз на счету таких групп. В такую же группу входили, по всей видимости, и Тихонов с Хасис. Впрочем, подробности дела и доказательства в Мосгорсуде сегодня не разбирали. Обсуждали вопросы, скорее, технические. Данное уголовное дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей. Отбор коллегии судом назначен на 27 января. Дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании. Решали, кто будет рассматривать дело по существу, присяжный или обычный состав суда, и пройдет ли дело в открытом режиме или закрытом. В Следственном комитете, впрочем, замечают, несмотря на начавшийся процесс, мероприятия по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой еще продолжаются. Во-первых, у подсудимых могли быть сообщники, и сейчас их по-прежнему ищут. А во-вторых, подсудимые могли готовить и другие преступления, потому что при аресте у них были изъяты оружие и взрывчатка. Андрей Медведев, Олег Молчанов, Андрей Стифоров, Вести, Москва. Продолжение следует...